да по ценам это одно вопрос по качеству на там освещался в нашей программке качественная конечно смотря что мы хотим продавать если мы хотим продавать зерно это один момент да то есть все везде это не секрет на сайтах везде есть 98 процентов чистота это если по ноту 3 процента кола это максимально что можно сдавать ну в этом плане проходная засоренность конечно же перри вот первый приоритет это восьмерка это диаметр до 8 плюс там это восьмерка девятка десятка но у нас кроме наверное пименова больше никто не выращивать крупнее к сожалению пока до основной вал по у нас в ростовской области идет это 6 плюс бывает приходит и говорят хотим разделить вот у нас есть объем там у нас есть и восьмерка есть и семерка и шестерка разделите мне пожалуйста отделяем восьмерку получается там 15 процентов восьмерки убираем шестерки семерку еще 30 процентов грубо говоря 45 процентов крупного но ценовая политика между восьмеркой и семеркой гораздо ну процентов 15-20 то есть а между семеркой шестерка 10 процентов ну так проще продать 6 и 7 вместе не то что проще потому что остается 50 до 65 процентов остатка сырья шестерка а шестерка без без семерки она не смотрится вообще у него товарного вида нет и они говорят но что когда представляешь это вот 6 плюс они говорят а где плюс да где плюс плюс а нет то есть ну такой совет и когда разделять лучше отделить просто восьмерку сколько получилось пускай это будет 15 процентов и продать грубо говоря на 25 процентов дороже и оставшуюся массу 6 плюс но будет у вас товарный вид и будет спрос на такой что касается рынков конечно турция просит только восьмерку индия поглощает все она шестерку вообще дорогой душой индия чем дешевле тем лучше то есть у них такая политика предложите самую лучшую цену мы у вас все заберем то есть там рынок нескончаемый что касается ирана ну они крупном удал очень хорошо относятся ну и не против брать и шестерочку то есть им все равно с чего хумус делать там они замочили переработали вкусовые качества в принципе плюс минус одинаковые это что по нуту по качеству естественно бывает совка до поездная не мне рассказывать вам и самый такой я на своем моменте считаю минус это когда мараный нут ну как сегодня огласили чтобы не было мараного желательно делать десекацию я хотел задать вопрос но вопрос сам по себе пояснили в ходе разбирательства ну если даже и мараный нут есть решение его можно от фото сепарировать то есть часть продать чистым хорошим а часть просто фуражом все соответственно будет дешевле вот это что касается нута что касается гороха горох вообще все замечательно обработки переработки он может быть и мараным его можно пошлифовать продать и готовым продуктом уже к употреблению можно продать сырьем но сырьем проблематично допустим продавать за рубеж если есть брукус даже он будет мертвый даже его не будет видно вот они если находит не дай бог карантинная инспекция у нас ушел представитель они сразу рубят всю партию и в этом очень большая проблема у меня в прошлом году был такой момент идеальный горох вот как раз таки новый сорт зеленый он не и горошек зеленый зеленый горох который не пожилтел у меня то есть ряд хозяйств которые привезли зеленый горох начали потихонечку горошинки желтеть то есть это другого вида тоже зеленый горох но он склонен к дозреванию это отличный пролежал всю зиму у меня все хорошо и не пожилтел но есть брукус и я не могу его отправить есть и клиенты и объем и приходится мне только его перерабатывать в переработку понятно он раскололся в руку с вылетел пошлифовали отполировали с удовольствием продали зеленый горох тем что ценовая политика наверно процентов на 60 ну 50 или 60 дороже если обычный горох нам в районе 20 24 рублей то этот стартует в этом с 32 примерно вот это что касается гороха в обработки и очистки что нут что горох очень несложные то есть убрать крупный мусор и убрать мелкий посеченный и выходит на выходе очень чистый хороший продукт вот чечевица немножко посложнее как правило чечевицу садят по пшенице если посадят по пшенице то пшеница для мобильна в чечевице потому что решет они пропускают не роняют пшеницу как правило чечевица она в диаметре 4 миллиметра да и просеваем на решетах там 37 круглые там 36 и пшеница не проваливается особенно хорошая выполненная мелкая мелкая ходит решается вопрос вибростол либо 3 тоже не полностью то есть процентов так 85 до 90 убираем шиницы из чечевицы но все равно остатки есть не бывает при мобильные сталкивался уже не раз но решает вопрос сепаратор фото сепаратор убирают сто процентов отделяет и все замечательно происходит это что касается пост сырьевого материала есть моменты по влаге если влажность того же ну то при уборке вы больше знаете по практике там 12 13 процентов до его проще переработать потому что меньше ломается бьется то есть машинами данных шнеками но риме нет ни копки комфортно вот что касается чечевицы конечно хорошо если мы продадим сырьем если мы хотим продать ее продуктом то максимальная влага должна быть 12 процентов выше 12 она не шлифуется просто кожура прилипает продукту все до 12 проблем нет ну то есть где-то больше выход нас на сухом вообще идеальный выход получается если 10 11 процентов влаги обрабатывается идеально практически не колется если надо расколоть понятно что процесс расколки имеем но в основном просят футбол целую чечевицу вот это что касается красной также зеленая чечевица зеленая есть мелкозерная она тоже в обработке точно так же и красная абсолютно непривередливая также можно пошлифовать становится красивая желтая чечевица в супах замечательно себя чувствует очень вкусная что касается крупные зеленые очень хорошая цена в этом году была выросла почти до 100 рублей за килограмм но сложно ее содержать то есть держать после уборки как советуют нужно темное прохладное место чтобы не было пигментации не она зеленая не превратилась в коричневую другого на дружу и покрывается такой прям кожура как даже остановится либо реализовывать ее сразу не держать что самый идеальный варианты почистил мешки запасовала или завал все и забыл пускай у кого-то коричневее не купили зеленые причем я думал это как-то по регионам она такая нет она откуда только не привозили вот полежит 2 до 2-3 месяца все она коричневее по мелкозерной проблемы нет даже коричневую и ошлифовали она желтенькая красивая внутри то есть готовый продукт замечательный что касается не бобовых лена сегодня затрагивали лен конечно он очень сложный в очистке добиться 99 как хотят 99 и 9 это ну а просто кромешный потому что белка семянка и не ветер ничего ему палочка летит шелуха летит все сепаратором за два-три прохода 99 я добивался чтоб 90 идеи ну 9 и 9 на конец мелкая зернинка попадается все это уже 0 1 процент потому не подписываем такие контракты цена естественно вырастает 99 и 9 процентов когда делаешь в этом году реализовали по 46 47 рублей до 48 ну и соответственно выход уменьшается чем больше отходов меньше выиграть средний выход под чечевицы от 70 до 75 если по продукту по гороху в принципе то же самое до 80 получается если хороший чищенный с трехпроцентной засоленностью доходим даже до 85 по гороху это если голод и вместе с целью считать очень тяжелая шелуха оказаться оказывается гороха прям серьезно но это что касается качества я думаю что бабовые все которые я перерабатываю осветил по свои проблемы сталкивались тоже у меня ребята приезжали просили убрать зеленцов и соев потому что горечь дает вот прямо на желтенькая все хорошая есть в ней зеленые недозревшие и не знаю почему внутри прям зелененькая свое ее нужно когда делают молоко своего она дает горчи и вот мы убирали выстреливали и также бывает мараная мараная соя но сепаратор не решает проблему потому что она грязная тоже как вы идет продукт хороший у нас сосед тоже компаньон купил себе полировку с помощью полировки сою доводил до нужного состояния процентов наверное 80 85 убирал проблему мараная сои вопросы по качеству если есть задавайте друзья какие вопросы и реализацию допустим вы говорите что легко подаете в этой ситуации ничего не изменилось ну я не сказал что легко я сказал что есть рынок сбыта логистика тоже по моему проблем нет с логистикой а вот с транспортом денежных средств сейчас присутствует но у нас же народ какой всегда лазейки найдет открывают в китае представительство там сейчас с китаями с китаем есть движение денежных средств нормально да в китае офис открывают работают на третью страну то есть денежный поток это самое проблематичность сейчас момент также через армению работает с турцией вот буквально месяц назад там проблемы начались были было все нормально сейчас пока пока проблематично чем в армении вообще проблем нету белоруссия пожалуйста тоже зарубежья армения в этом году прям на удивление начала потреблять именно горох сырьевой то есть не только пола ты и шлифованы и пола доверие вернее целый шлифов но и сырье тоже прям потребность появилась что касается ну-то я думаю ну тут везде и в армению мы и белоруссию ну турция с индии вообще как бы проблем нет вот мы к нам да на выставке сколько ездим первый продукт это вот хотим я говорю у меня чечевица хорошая это мы выходим вновь и все хотят крупный но есть есть большие конечно заказы и на мелкие ну как мелкие 6 плюс кстати много моментов было у меня по ноту когда товаре много пятерки то есть мелкая понятно что я не знаю комбайна зависит либо предварительной очистки вообще не было но привозили просто волга они как но это тоже жену ну а он там вообще 4 плюс хвостик как отца вы оставшиеся будьте они считают пятерка но с него ничего не сделался в однако жура даже сердцевине нет ну то есть он не товарный абсолютно это фураж только на корм скотина это загущенный как раз вот возможно я я не селекционер не могу этого объяснить буду теперь знать я не селекция дороги я переработчик по почем еще по гороху до никогда не встречал в прошлом году привозят не 50 тонн из них 50 процентов 4 плюс ну тоже но что это я пятерку поставил мы обычно решет о 50 и диаметром ставлю смотрю на выходе у меня 50 процентов просыпалась я говорю это почему они говорят ну поздно посадили не уродила барышня приехал я не знаю вот у меня есть принимание вот такие моменты бывают конечно же товарный только выше пятерки горох да по колу тоже три процента допускается без проблем то есть даже если при очистке какая-то половинка появляется у нас нет не бывает больше трех процентов добились такого результата что пластика пластиковые ковши в морях там малый ход и все но не бьется ну не нужно не горох по качеству есть вопрос что выращивать в этом году из бобовых что вы порекомендовали вот что вырастил и не будет проблема с реализацией ну так как объясняли вот вы зажима зал то есть предвидеть понимаете но как я могу снова на сегодня спрос на нут высокий с ним проблем с реализацией нет нету и цена а пока по гороху по гороху есть моментом то есть есть потребность почему не дорогу очень востребован этим вот зеленый в этом году вообще прям распробовали не знаю с чем связано просим вкусовые качества я сам лично попробовал в супе да он вкуснее реально лучше разваливается но может быть взамен зеленой чечевицы как она зеленая чечевица ушла практически с рынка вообще то есть ее второй год очень мало может быть нет урожая может быть никто не садит то что тяжело сделать может просто тяжело хранить и начали замещать ее зеленым горохом и причем те партнеры которые у нас брали зеленую чечевицу начали просить зеленый горох потому что чечевица цена цена взлетела до небес крайний раз я в саратове в мешках готовая к экспортной отправке мне заявляют 120 рублей я говорю ну как было до нового года 80 сейчас 120 ну типа ищите может где дешевле но это все связано не урожай сложность выращивания сложность хранения это по зеленой чечевицы так все состоит и у нас по моему по всем позициям просто дешевая никто не выращивает кто-то вырастил один урожая нет у одного есть цена взлетела забрали на следующий год выращиваем все просто такая есть у нас непонятная динамика я считаю что конечно же может быть было правильно когда у всех был у всех колхоза был все в оборот да и каждый выращивал то что у него было в планах плановая посадка она подразумевает не перенасыщение не уменьшение то есть все в достатке изобилия но это было плановая экономика от нее к сожалению ушли теперь все что хотим то есть можно выращивать с расчетом вас как потребителя вернее не пупо пире переработчика и уже сбыт я думаю что у меня ну по сути месячное потребление порядка 1000 тонн я могу перерабатывать чечевицы и если конкурировать по цене на мировом рынке то реализации вообще нет проблем вот просто по чечевицы отличная турция вообще с дорогой душой там но как бы армяне берут но не так сильно они для изучения спроса турецкий рынок очень хорошие открыли они мало то что они выращивают сами у них не хватает турецкой они еще в канаде постоянно закупают а если в канаде не дай бог не уродила то они подчищают российский рынок весь причем сразу после уборки и приходят еще и дают два раза больше ценами как 20 40 40 80 давайте вот серьезно когда у них нет урожая почему потому что турецкая и российская чечевица они схожи схожи его вкусовых качествах и в калибрах канадская намного крупнее канадская ближе к зеленой она уже идет диаметром 5 плюс то есть если это четыре четыре с половиной канадской крупнее и турки к нас вы не едят они не даже один производитель переработчик вернее у нас есть такая хитрость мы берем канадскую и два раза и шлифуем чтобы она уменьшалась до диаметра турецкой играет по цене все равно выгоднее потому что канадская дешевая турецкая дорогая канаде да и ну там и и ну ты че